Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Станут всего лишь 8 команд из более чем 200. Без соревнований, без вот этого драйва, как можно сказать даже определенного адреналина, вот развитие, ну оно безусловно будет, но это еще один из серьезных толчков. Потому что посмотреть на себя всего рода со стороны, увидеть насколько ты конкурентоспособен. Собрать робота из стандартного набора конструктора и запрограммировать его – это первый этап соревнований. На следующем электронная игрушка должна проехать по гоночной трассе. Мировой рекорд от старта до финиша – 10 секунд. Команды к Робофесту готовились 2 месяца. Бывает такое, что ты написал хорошую программу и запускаешь ее, она не работает. Ты пытаешься понять почему и не можешь понять. Вот это трудно. Соревнования разума человеческого и искусственного интеллекта. Только удачный симбиоз позволяет побеждать. Судьи строго отслеживают каждый этап турнира. Есть некий призовой фонд. Редко, когда это денежный приз. Но чаще всего это именно какие-то те же конструкторы, те же роботы, которые позволят команде дальше совершенствовать свои решения. Победители Самарского отбора перед американским чемпионатом мира, который пройдет в апреле, успеют протестировать своих роботов на чемпионате России. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.